Меня зовут Татьяна Ткаченко, я ведущая этой сессии, и с большим своим удовольствием я хочу представить вам автора и ведущего нашего первого мастер-класса сегодня. Сегодня у нас в гостях Гайри Делякот, Гайри физик, он профессор физики в Парижском университете. Он создал в течение 14 лет, возглавлял знаменитый интерактивный музей эксплораториум Сан-Франциско, и он является главой научного центра музея Арт-Пристоль в Великобритании. Тема мастер-класса «Как сделать хороший научный центр музея». Прошу приветствовать. Я также хочу представить вам Александра Дубынина, Александр председатель организации, которая называется Сиба-Кацан. Он представляет также фонд «Академгородок» и серию чрезвычайно увлекательных научных лекций, которые идут в клубе «Интеграл». И он, собственно, привел нам сегодняшнего гостя. Спасибо. Саша, ты скажешь несколько слов? Саша, я буквально пару слов скажу. Это событие довольно интересное и, может быть, даже в чем-то историческое сегодня. Вот в связи с чем. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что в Новосибирске планируется открыть музей занимательных наук. Вот он на Интере здесь представлялся. Ребята, наверное, еще подойдут с этого музея сюда. Это идея, проект пока. И он был воодушевлен в том числе иркутским музеем, который существует 6 лет уже у нас тут в Сибири. Это первый, вообще, честно говоря, первый интерактивный музей в России вот такого свойства. Так вот, при чем тут Гайори, да, Гайори Далякот? А при том, что Константин Кравченко, который создавал этот музей, он был воодушевлен как раз этим самым научным музеем в Сан-Франциско, экспораториум. И вот такая вот связь, получается, между сегодняшним событием и тем, что делал Гайори Далякот много лет назад. Так что, прошу любить вас, жаловать. Доброе утро. Я хотела поблагодарить Александра за то, что он пригласил меня в Новосибирск. Это не первое мое посещение России, но это первое посещение Новосибирску. В Новосибирь я впервые. Я также хочу поблагодарить Александра, потому что он хочет создать такой научный центр в Новосибирске. Когда он мне посещал, что он хотел бы создать такой научный центр в Новосибирске, can you explain a little bit what should be done? I said, I'm happy to come and explain what should be done or what should not be done. Because I have been in the field of science center for 21 years. I am myself a physicist. I, a long time ago, started the big science center in Paris called La Cité des Sciences Science City. But I was not very happy after staying there for two years and starting it. I was not very happy because what I wanted to do in Paris was an exploratorium. And the French wanted to showcase the development of France as a big new scientific country. But the main reason why Oppenheimer developed the exploratorium It was not to show that America, US, was a big scientific country. It was to empower people, which is slightly different. And therefore, I was happy when several years after I was invited to be the head of the exploratorium after the death of Oppenheimer. That was between 1991 and 2005. Exploratorium was not, when I took it, after the death of Oppenheimer, Exploratorium was not in great financial shape. He was almost ready to die. So, we had a hard work to do in order to bring it from what I found on my arrival. And we had a hard work to do in order to bring it from what I found on my arrival. Say, a place with six million dollars operating budget and not in very good shape. To transform it into, when I left, a place with 30 million dollars operating budget. Keeping the same creative culture and having a national and even international impact. Then I decided to go back to Europe, because I am French, but I stopped short for going to France. I went to UK, and I took another science center, which was not in good shape. At Bristol, that was the name, that is the name. And I, over the last six years, I did the same thing with the exploratorium. I turned the exploratorium in Bristol, make it financially viable, but most importantly allowing Bristol to become creative. And my third experience with science center is my third experience with science center is the creation in France. of a small science center in my own country of a small science center in Paris or near Paris called Exploadome. And you can always, you can find references on these three places on the web. But this Exploadome, I created, I created it with nothing. There were some French people who said, we would very much like to have something like what you have done in the US, in San Francisco, at the Exploadome. And they said, would you like to try to do that in France while I was in California? I said, I will try if you can help me. But essentially, I came back in my country without anything except my jacket. No money in the wallet. That does not mean that you can do a science center without money. But that means that if you have the will of creating a science center with good ideas, and if it is not too ambitious at the start, you can make it. And maybe that could be the story of Novosibirsk. If there is a strong will to make something, and an understanding of what it takes to make a good science center, then I can guarantee that you will have one in a couple of years. By the way, Alexander told me there is already a planetarium. So it could be built, I don't know about the space, but it could be built next to around the planetarium. But it should have very good exhibits and programs. So now I would like to explain what are the conditions for success. So I have written down my list of conditions. There are many. And the first one, very important one, is to be very clear about what you want to achieve. And whom you want to reach. So you have to have a clear vision and a clear mission. So for example, the vision for at Bristol, the vision for the museum that I am working in now, is to make science accessible to all. The mission is that we will inspire and develop curiosity within our visitors. Encouraging them to investigate and engage with science and technology. And enabling them to do so within the world around us. And the second part of the mission is we will work to improve formal and informal science education. Across the country. So what I just said about to be clear about the mission and the vision is very important. Because after one year, when I was in at Bristol, I had to close 40% of at Bristol. Of the museum. Almost half. That was in 2006. Because there were two components of at Bristol. One was called Explore. And one was called Wild Walk. Wild Walk. And Wild Walk was not engaging people through interactives. And that was what the mission was saying. That it had to be engaging, interactive. And that was what the mission was saying. So I had to cut 50 people. So you see there are consequences when you are not true to your mission. Now I will give you another example still with the first condition to be clear with the mission and vision. If you want to be absolutely clear and to do that over time, it's important to develop a strategy. And I will give you the main conclusion of this five-year strategy. Remember, at Bristol, it has already 10 years of experience. So the key conclusion or recommendation of that strategy are to gain a better understanding of our audiences and their needs. Continue to innovate and increase the impact of at Bristol on those many audiences. Continue to reorganize and increase the density of exhibits on the floor. To just give you an example here, the average density, the recommended density is one exhibit per 10 square meters. And presently, we have much less exhibit, so a lower density. And this reorganization, to continue to reorganize, can be done with creating new galleries, if I may say. That's very important, because a new gallery is called Make It Gallery. So it's going beyond interactivity into creativity. We want to give opportunity to the visitors to create. And in a couple of minutes you will see some examples. Also introduce new major exhibitions themes. Sports, because of Olympics, because of Olympics next year. Space, because we have a planetarium. Journey into space. Space is. Space is. And water, because we are surrounded by a fountain, and water is starting to be a big issue in the world. Still, in the strategy, we want to revisit the planetarium hardware, which is a system of projection. There are, for instance, new 3D planetarium. I don't know what kind of planetarium you have here, but there is a very advanced technology, which can allow you to travel through the space. Develop a user-led series of new learning programs. That means that we will include the visitors in trying to define those programs. Also develop a diversified approach to the formal education sector, schools, universities. Delivering professional development services to teachers, training teachers. And helping schools to strategize their own improvement in science teaching. Something also very important, which is develop a sense of community ownership. Which means the people surrounding the place. Where the museum is located, they have to feel their own the place. They want to defend the place. It's something which matters. It's something which matters for them. It's something which matters for them. To promote and debate science. To promote and debate science in Bristol and the southwest of England. For instance, there is a construction of a nuclear plant not far from Bristol. Например, сейчас, недалеко от Bristol происходит строительство ядерного объекта ядерной электростанции. Я уверен, что в обществе будет обсуждение этого, протесты, противостояние создания этого проекта. И я надеюсь, что наш научный центр, наш музей поможет разъяснить и провести дискуссии в обществе. И, наконец, занимать такую позицию, которая позволила бы достичь устойчивого развития. То есть, допустим, если мы проводим выставки, которые посвящены созданию устойчивого развития. То есть, мы должны сами делать то, о чем мы заявляем. Such a strategic plan has also components, other components. We have to indicate what are our values, our beliefs, the analysis in detail of our diverse audiences. What are the needs of staff and partners. And how we will recognize that we are successful or we are not successful. We have also indication in the plan for how to make the place financially viable. Through fundraising. Through membership. Через членские взносы. How can we grow our membership. Как мы можем увеличить членство в нашем музее. Коммерческие операции. Need for new space. Need for new space. Need for new space. Need for new space. And need for capital investments. и потребность в капиталовложениях. Поэтому я говорю, что если вы действительно хотите создать такой центр, необходимо подумать о всех этих различных частях. И начинать разрабатывать стратегию и менять, адаптировать эту стратегию в соответствии с ситуацией. Но если у вас стратегии нет, то очень трудно будет чего-то достичь. Итак, это первое условие успеха. Второе условие, состоит в том, что необходимо создать и поддерживать сеть партнеров и участников этого проекта, которые участвуют в нем финансово. Очень опасно, например, зависеть лишь от двух участников, которые вкладывают свои финансы в данный проект. Вы помните, я дозал пример французского музейного центра. Когда я начал над ним работать 11 лет назад, имея только пиджак на себе, мы искали деньги, помощи. И мы нашли человека, большую индустрию, который сказал, «Я думаю, это хорошая идея, мы вам поможем, мы возьмем все расходы на себя, но мы хотим, чтобы мы были единственным вкладчиком». Я сказал, «Нет». Я тогда отказался от этого. Я refused. Потому что, если бы я согласился, то этот исследовательский научный центр, музейный центр сегодня мог бы уже не существовать. Он бы зависел лишь от одного участника, от одного вкладчика, благотворительно. А он мог бы заходить что-то изменить. И мы бы оказались в роде вкладчика. И так необходима диверсификация. Следующее третье условие. There are only seven. The third condition. Finding an appropriate leader. This is difficult. You don't want simply a manager. You want someone who has a vision. And can create a team and lead that team. Lead the team to implement the vision. You know the company Intel. Intel inside. The widow of Bob Noyce, who was a founder of Intel. Her name is Ann Bowers-Noyce. When I left the Exploratorium six years ago in California, she discovered it was difficult to find the good leadership. So she decided to put some money off her foundation to create a noise leadership institute. This institute each year is training 20 people to become chief executive of science centers. Most of these people are already working in science centers. Some were already chief executive, but young, and they all needed some executive training. And I'm sure that if the situation in Noyce is at the stage of having a possible leader, that we could recommend this leader for being trained in the Noyce leadership institute. The fourth condition is humility, to be humble. Well, many people, when they start a new science center, tell you they want to do something very different from what has happened before. They want to do something very different from what has happened before. You will see what you will see. Unfortunately, I have seen many people holding that kind of discourse failing. The example of, you remember what I said, the example of Wild Walk at Bristol. They said it's unique. They thought that the major problem at Bristol would be to control the queue of so many people going to Wild Walk. Whereas Explore would be less popular. But from day one after the opening, Explore was the most popular. And the untested Wild Walk, which was about the story of life, which was about the story of life, but no interactivity, It was much less popular. It was much less popular. It was much less popular. More expensive. And I had to make the decision of closing it. Which was sad. The fifth condition is opposite to the previous one. It's very important when you are running a sound center to innovate. It's important to have a culture of innovation in the sound center. In a sense, it's difficult to invite people to come to the sound center and learn. If the science center itself is not a learning institution. So I will give a few examples of innovation. First is what I call the portable revolution. There is now 2,000 interactive science exhibits around the world. The idea is to create mini exhibits the size of a toolbox. And those mini exhibits can be carried to school. And then can also be used in a small science center. They will be less expensive. And they can reach out many more people. We have started that in Bristol. The second innovation is what I call the explore more revolution. It is to allow the visitor or the user of the science center to stay in contact 24 hours 7 days a week. And in a personal way, in a personalized way. So how to do that? How to do that? Last week, every visitor starts at Bristol. When the visitor is buying a ticket to enter, the ticket is a wristband. The bracelet is a bracelet. The bracelet is a bracelet. On which there is a barcode, And a set of numbers corresponding to the barcode. So when the visitor is visiting the place, When the visitor is visiting the place, He can present its wristband to the different exhibits. And the exhibit will recognize that person. So that person can do something on one exhibit. And this person can do something on another exhibit. And that person can go to another exhibit. To complement the first exhibit. And that person can go to another exhibit. To complement the first exhibit. The new exhibit will recognize that person. И этот новый экспонат тоже его узнает. То есть это происходит во время посещения. Когда человек уходит из музея, человек может подключиться по интернету найти музей. Из дома. То есть 24 часа. Или даже в школе. Из любого места может подключиться. И то, что человек делал в музее, то, чем он занимался, все это про него известно. Все это будет ему представлено. И это будет описанием его личного посещения. Это будет не общий презентация нацеленная именно на данного конкретного человека в результате его посещения музея. И там будут комментарии такого рода. Вы пропустили вот такой-то экспонат, который было бы хорошо изучить, потому что вы интересуетесь этой темой. Но вы, к сожалению, его пропустили. Или здесь вы можете найти информацию о том, как можно преподавать вот этот конкретный предмет в эту область в школе. Вот чем заключалось в намерении создателя данного экспоната. Потому что намерение и то, что дизайнеры имели в виду, очень важно. Or what is the connection between that exhibit and art? For instance, артист could comment about whether they've been inspired by that. Например, какой-нибудь работник искусства может сказать, как на него повлиял данный экспонат, как он был вдохновлен этим экспонатом. Получается постоянный диалог между посетителем и нашим музеем. Когда человек посещает, он получает некий опыт. Explore more is about elaborating further on the experience. подсказывает человеку, в каком направлении можно дальше работать. Чтобы получить дополнительные знания. And you know, understanding is about making connections. Получается связи, мосты между этими явлениями. So first, you want to acquire some experience. And second, you want to be able to connect that between different experiences and connect that with your own life experience. А затем вы связываете этот опыт с неким другим опытом и своим жизненным опытом. Еще одна инновация. Оппенхаймер created the exploratorium with the idea of inter-activity being essential. By the way, you know that that Оппенхаймер was the one who worked on the bomb. Оппенхаймер работал над бомбой, над созданием бомбы. Знаете? beyond интерактивность и пойти дальше. You can invite visitors to be creative. Вы можете приглашать посетителей к творчеству. Что это означает? That means after the visit there has been something created by the visitor which was not existing before. For instance, you will see that in a minute in Bristol in Bristol is the capital city for animation films. Bristol является столицей анимации Wallace and Gromit. I don't know whether you have heard of them. Wallace and Gromit. Anyway, you must have animation films also in Russia and maybe in the Los Angeles I don't know. We have created in Bristol with the people from the movie industry workstation where it's possible to create animation movie. it takes several months to create a film whereas what we have created allowed the visitor to work on 25 slides make a very short movie do some post-production on it on another station произвести его but it is a small movie and the movie can be emailed to anybody and I tell you it's very very popular because people are able to make a movie and email it so it's about the science of animation they discovered what it is and they discover it by creating something which they can improve from home through the 24-7 explore more approach so there are many other examples of innovation taking place now so a big mistake would be in any new place to say I'm building a museum it's done and now it will run you better start with something which has been proving that it is a success but you have to keep innovating all the time and the last condition is to try to measure your long-term impact when you go to school there are examinations sometimes too much but at least you can measure the impact of what you have teach or what you have learned whereas there is nothing like that in a science center there has been a recent experience done by a professor of Oregon State University in the States his name is John Falk and he has measured the long-term impact of the California Science Center in Los Angeles он измерил долгосрочный эффект научного сельского центра музейного в Калифорнии на население проживающее в центре Лос-Анджелеса in the California Science Center there is a big body of a person laying where it's large size very large scale and they introduce the concept of homeostasis maintaining an equilibrium homeostasis is to say in a complicated world the fact that you are staying with the same temperature all the time you have an equilibrium dynamic temperature тела death is the end of homeostasis as you know so it's an important concept and it is presented in the museum they have been able to assess that 80% of the population of downtown LA Los Los Angeles at least 80% of those who have been to the science center which is a large proportion anyway I think half of the population is to the science center are able to give a clear definition of homeostasis so they have learned something and they retained that for a long time and so one has to know that science center are not necessarily a place where you learn a lot of new things but it is a place where you can confirm the knowledge that you had on something most of the people interrogated and said oh yes we learned homeostasis at school but we didn't remember very clearly now visiting the museum we can now remember that very clearly and understand it better and this is important because many people who are not convinced of the importance of a science center will tell you how how much you can learn in a two hours three hours visit and it's true you don't learn very much in three hours but you can confirm a lot of things in three hours so a science center does not exist in isolation it's an element of the science learning agenda of a country and therefore it starts to have a lot of importance now after those seven conditions of success I may finish by quoting possible obstacles to make a good science center the first one and I don't know whether Alexander has faced it's because I've just said now that science centers are not taken very seriously close the school and you will have the parents protesting coming rioting whatever close the science center there may be some protests but it seems less necessary in my country France where science centers are for the most part except mine except explorado state run or state owned at least the big one in Paris la cite des sciences the president of la cite is appointed by the council of ministers so what happened often he said you didn't get the position at the head of French meteorological society then I will give you the head of the science center that I imagine may happen also in this country well I would not have been selected as head of the exploratorium in San Francisco based on a reason that I didn't get another position you have to be selected because people believe you are able competent they can always be in mistake but you have to take those place seriously second obstacle financing is not always easy roughly speaking if you take the US example look at the global budget of a science center they are earning half of their expenses through admissions through sales in the shop in the restaurants the other half is made of two parts one fourth and one fourth one fourth is private fundraising donations of all sorts and the last part is public money there is no science center which can exist only based on its earnings it is always if it is a science center a deficit situation so you have always to find complement that's where again you have to see whether you can find different sources of revenue in order not to depend on one because if that one as I said earlier disappear then you are doomed and the third example which is my fight in France but which could be also an interesting challenge in Russia is the nature of the bylaws of the science centers это природа законов это юридический статус данного центра в нашем музейном научном центре и в Бристоле в Великобритании I took the helm of those two organizations because they had a special status they were private not state owned but non-profit но они были не коммерческими организациями and that gave me all the flexibility I needed to make the appropriate decision and especially the difficult one if you are a public institution you have the state on your top and the state may stop you of doing the changes which are important I would never have been able to grow the Exploratorium to the first place in the world I would have been able to grow the Exploratorium to the I was voted number one Science Museum in the world two years before I departed from the States two года до моего отъезда из США голосование показало что наш музейный центр занимал первое место в мире потому что он был очень креативным Я никогда не смог бы достичь этого, если бы наш музей принадлежал государству. И я также не выжил бы, если бы я был полностью из организации, которая бы сам зарабатывала прибыль и существовала бы за эти деньги. В Бристоле это же самое. В Бристоле это частное некоммерческое предприятие. Я смог этот центр спасти от провала полного. Он был обречен, когда я пришел туда. Его бюджет показывал дефицит 25%. Он стал жизнеспособным центром организации. До привлечения финансов его бюджет увеличился на 10%. Если бы у меня не было статуса, частная организация, некоммерческая организация, то я никогда бы этих успехов не достиг. Этот статус позволяет вам быть инновационным, позволяет вам осуществлять какие-то инициативы, быть гибким. И позволяет вам рисковать. Прибыль, конечно, не создается таким образом. Но мы достигаем более высокого качества улучшения работы центра. И в заключение, я хотел бы сказать следующее. Научный и музейный центр Это не такое учреждение, которое посещают только по уикендам. Это не только для молодых людей. Но это неотъемлемый элемент научного образования страны. Я не лично интересен в центре. Сам я в научном центре, как таковом, не заинтересован. Мне это неинтересно. Но я заинтересован в том, чтобы преобразовать и улучшить образование в нашей стране. В моей стране. И я вижу, что в долгосрочной перспективе, вот это как раз то, что необходимо сделать. Конечно, вы можете стать министром, но вы там продержите два года, и все. Но если вы хотите, чтобы ваш проект имел долгосрочный эффект, вы создаёте такой научный музейный центр, который всегда существует, который доступен для всех, к семьям могут приходить, к decision makers, к people from industry, to artists, to many, many stakeholders, having a strong component in favor of social cohesion, и это создаёт некоторый элемент, который как бы объединяет общество, делает его единым. And being a platform where you can experiment innovation in education and transformation in education. является ступенью для преобразования, для улучшения образования в стране. Для того, чтобы сделать его инновационным. So those science centers have to learn to work into a network among themselves. but of course very much also with the schools. In the US I was able to get from the National Science Foundation a 20 million grand to develop an alliance between 20 science centers and their local schools because they recognize that science centers can play a role when Bill Clinton came to my place. I asked myself what can I say to him? Yet bring all the people from the Silicon Valley at the Exploratorium. That was good for him. So I told him Mr. President there is something you can help with a voice. It's not much money. It's about giving incentive to science center to develop the strategy for them to be more helpful with the science education transformation in the US. He looked in my eyes to a face-to-face It was just a couple of months before Monika I am sure I had the feeling he had hurt me and clearly after that I have been invited several times to the White House but I am sure that five minutes after I have said that to him he had forgotten yet forgotten you cannot convince a president in five minutes but at least you have to push your agenda through many, many people and the people who were helping us in California were Bill Hewlett Bill Hewlett you know Hewlett Packard Bill Hewlett David Packard Gordon Moore the founder of Intel and those guys not only were helping us but they were bringing their own personal wealth into the functioning of the science center Just to give you an example Gordon Moore gave us something like 50 million of his own money of dollars So again that shows that those guys have understood the importance of science center показывают то, что эти люди понимают важность такого музейного исследовательского центра So I wish same kind of success may not be the same money to the Новосибирскому научному музейному центру You are New Siberia You are a place for science And it's great idea to create a science center in connection with all these stakeholders of the fact with all these stakeholders in connection with all these stakeholders of the fact Now we are going to see whether Now we are going to see whether our friends are able to project a little video смогут ли нам показать небольшое видео 4 minutes on what is at Bristol it's better to have a visual the video first сначала видео а потом Это в Бристоле Эд Бристол это научный и выставочный экскурсионный центр принимающий каждый год тысячи посетителей Мы готовы помочь вам в организации изучения различных научных дисциплин и предлагаем разнообразные образовательные программы соответствующие государственному учебному плану применяемые на всех ступенях школьного образования а также курсы для взрослых У нас есть уникальное лабораторное оборудование которое даст возможность школьникам обучаться как в классах так и за пределами школы В нашем научно-образовательном центре мы можем предоставить школам информационно-консультационную поддержку и обеспечить непрерывное повышение профессионального уровня учителям Эдбристол предлагает выставочные услуги музеям и научным центрам мы поможем устроить выставку а также предлагаем наши портативные научные наборы которые можно взять в аренду или купить возможен вариант когда наши эксперты работают с вами над проектированием и созданием новых экспонатов для вашего центра добро пожаловать в мастерскую центра Эдбристол здесь вы можете познакомиться со всей нашей командой которая без устали трудится на создании выставок у нас есть коллектив проектировщиков которые помогут вам на сложном этапе формирования идеи у нас есть специалисты работающие над содержанием и информационным наполнением выставок они произведут все необходимые исследования а также оценку и проверку экспонатов у нас работают настоящие мастера которые сводят все элементы воедино вместе мы создали выставки посвященные путешествиям например экспозиции в джунглях также мы создали очень современные высокотехнологичные выставки такие как внутри ДНК ну и конечно у нас есть опыт организации очень больших экспозиций площадью до 500 квадратных метров создавая и тестируя выставку здесь в нашем центре мы гарантируем что все будет работать так как должно потому что все экспонанты находятся под нашим постоянным наблюдением кроме того мы поможем создать экспозиции которые вы сможете выставлять в вашем собственном помещении для того чтобы избежать проблем или вовремя их решить мы предлагаем сервис поддержку при этом возможны два варианта либо наши специалисты присутствуют там где вы проводите выставку и следят за всем непосредственно либо мы можем работать удаленно и следить за работой выставки отсюда из нашего офиса мы будем рады видеть вас в нашем офисе чтобы пообщаться обсудить ваши проекты обменяться идеями и видением того как лучше воплотить их в реальность наши портативные научные наборы были созданы для того чтобы расширить ваш кругозор и предложить занимательные учебные пособия тем школам и колледжам которым затруднительно посещать наш центр эти наборы превосходно подойдут и в том случае если вы являетесь небольшим научным центром или музеем и ищите способ обогатить ваши выставочные экспонаты эти наборы легко установить хранить и перевозить их можно взять на прокат или купить они являются прекрасными помощниками при использовании метода открытого обучения портативные наборы содержат множество элементов которые обычно демонстрируются в научных центрах но в данном случае они уменьшены и сделаны удобными в транспортировке так что могут легко путешествовать по школам это прекрасный инструмент для того чтобы привлечь интерес учащихся к науке сделать ее более доступной многофункциональность и универсальность этих наборов позволяет использовать их практически везде независимо от применяемых методов обучения возраста учеников и их возможностей поверьте процесс обучения действительно может серьезно измениться благодаря самостоятельным исследованиям во время которых студенты используют предоставленные нами экспонаты учащиеся сами решают что они будут исследовать и каким образом они хотят это делать все это существенно повышает их уверенность как исследователи поскольку чрезвычайно важно что проводимые исследования это их собственная и самостоятельная работа таким образом постоянно растущий интерес к предмету изучение чего-то нового становится залогом успешного обучения образовательные программы в центре Эд Бристолл осуществляется на условиях благотворительности все средства получаемые от выставочной деятельности снова вкладываются в развитие центра и это помогает нам выполнять нашу миссию делать науку доступной для всех я хотел показать вам что можно делать в таком научно-музейном центре есть специальные лаборатории мы можем создавать новые экспонаты проводим исследования я бы рекомендовал также создать такой центр музейный исследователь в Новосибирске чтобы там работали и технологи и ученые исследователи инженеры предложить широкий спектр видов деятельности в Иркутске я слышал они создают нечто подобное я не полагаю это единственный исследователь в России который делает не знаю правда это или нет но определено имея такое окружение в котором вы живете вы также можете это сделать когда я прибыл туда то есть там не было таких возможностей когда я прибыл туда я сразу спросил где у вас самые лучшие выставочные дизайнеры мне сказали что один живет там один из лучших если не самый лучший и через 3 месяца он работал со мной потому что я дала ему возможность работать в мастерской деньги на то чтобы создавать новые экспонаты возможность работать с талантливыми людьми и преобразовать одно место и помогать другим центрам своими идеями потому что опять мы должны быть хумблены мы не должны реинвентить волю в каждом центре и забыть что уже было сделано нам не нужно нам не нужно забыть колесо и делать нечто совершенно отличающееся от других я думаю что очень важно об опыте создания научных музеев сейчас в России как никогда востребовано потому что собственно говоря задача популяризации науки которую ставит перед собой даже сама российская академия наук пока что академия сталкивается с тем что она выполнить не может и мы знаем что даже когда такая задача была поставлена для ученых гуманитариев выяснилось что немногие из них умеют говорить их реально поделили на говорящих и неговорящих для того чтобы разделить на тех кто может делать лекции для не научного не профессионального сообщества а как бы нормальных обычных людей и кто не может и первых оказалось очень мало это не наша вина это так исторически сложилось никогда в задачи академии наук никогда в задачи российских ученых не входила популяризация науки первый такой проект сейчас очень масштабный как многие знают реализуется в московском политехническом музее где серьезные работы идут по проектированию реконструкции мы уверены что большой интересный проект из этого получится но вот те инициативы с которыми и в новосибирске группа выступает мы этот проект здесь в первый день обсуждали и возможно возникнут в других городах они безусловно нуждаются в международном опыте спасибо вам спасибо 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 спасибо